Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании и стиле. И сегодня мы продолжим рубрику пустые баночки. Я, честно сказать, один из пакетов с пустыми баночками выкинула, так и не сняв видео, потому что мне казалось, может быть, это не так интересно. Но все-таки в комментариях вы продолжаете просить эту рубрику, поэтому я решила попробовать еще раз и уже посмотрю по вашим лайкам, просмотрам, комментариям, насколько рубрика вам заходит и вообще, насколько вам интересно продолжать рубрику красоты. Я буду доставать совершенно в хаотичном порядке вещи из пакета, которые я для вас собрала, и рассказывать свои впечатления. Поскольку продуктов очень много, я не буду указывать на все ссылки, буду озвучивать, как называется товар, и уверена, это достаточно известные вещи, которые вы сможете найти. Первое, что я вам покажу, это сухой шампунь от Schwarzkopf, Got2B. И это тот редкий сухой шампунь, который действительно мне нравится. Я сухими шампунями пользуюсь часто, не то чтобы я ими мою голову, иногда даже на свежевымутых голову я наношу этот шампунь, потому что он мне помогает на моих тонких волосах сохранять прикорневой объем, потому что они легко опадают. А также зимой от шапок вот эти вот передние пряди, они часто просто прилипают к колбу и выглядят не очень аккуратно, даже если ваша голова свежевымутая. Если вы предварительно будете использовать, выходя из дома, сухой шампунь, хотя бы только на эти зоны, то после того, как зашли в помещение, вы эти пряди вбили, и тот абсорбент, который находился на волосах, прекрасно сработает, волосы будут выглядеть свежо. Вот этот мне сухой шампунь нравится. Сейчас я пользуюсь DAF. Вот этот вообще отличный, у него нет совершенно невыносимого запаха, хотя все сухие шампуни немножечко имеют специфический запах. Здесь даже некоторая отдушка цитрусовая не противная, приятная. И хорошо работает, никаких белых следов на моих волосах не видно. Хотя далеко не каждый сухой шампунь мне нравится. Далее попадается опять средство для волос. Это Сиос Тоник. У меня холодный брюнет. По сути, не то чтобы прям брюнет, нечто среднее между брюнетом и русым. Действительно холодный оттенок, никакой рыжинки. Я пользовалась много раз, у меня волосы достаточно короткие, поэтому не хватало надолго. Почему я его использовала? Потому что волосы где-то у меня выгорали, получался очень рыжий оттенок, особенно ближе к кончикам. Мне это не нравилось. Хотелось сравнять оттенок ближе к корням, чтобы он был однородный. Я этого добивалась. И что мне еще очень нравится именно у этого средства, что оно полностью смывается, и потом, когда волосы отрастают, не видно никакой границы. Поэтому это также отличный способ, если вы пытаетесь, например, отрастить ваш натуральный цвет волос. А у меня тоже кое-где были там сожженные кончики, не только от солнца, но и от предыдущего красителя. И когда вы возвращаетесь в свой цвет волос, даже если вы пользуетесь небольшим окислителем, пытаетесь подобрать краску, которая совпадает с корнями ваших волос, то в любом случае, когда эта краска смывается, граница будет видна. Вот оттеночный бальзам в этом случае подходит лучше. И что мне еще нравится, он никак не растекается, и мне подходит намного лучше, чем любые тоники, потому что я не нашла больше, чтобы так хорошо и натурально смотрелось средство. Поэтому конкретно вот это могу рекомендовать. Знаю, есть разные оттенки, но опять же не знаю, как на другие волосы будет ложиться. У меня русые, тонкие волосы. Вот этот сейчас у корней, это мой натуральный цвет. Ну и вот, как видите, на кончиках у меня сожженные выгорания. Поэтому я использую такое. И, скорее всего, буду продолжать покупать. Далее средство для снятия макияжа. Take the day off. Я его очень люблю. И, кажется, в тех пустых баночках, которые я уже снимала для вас, было такое же средство. Это точно у меня не первая банка, может быть, вторая или третья. Экономичное средство. Кто еще не знает, это такой бальзам, похож на крем, которым вы снимаете макияж. По сути, как гидрофильное масло, только в форме бальзама. Меня спасает тогда, когда у меня, например, для съемок или еще для каких-то выходов очень насыщенный макияж. И тогда мицеллярной водой просто замучишься его снимать. Любое другое средство приходится долго тереть. Вот этим жирным слоем наносите и просто вообще смывается все. Поэтому я влюблена. Сейчас у меня другое средство. Хотя, может быть, я вам отдельно видео сниму. Если вам, опять же, интересно про то, какой сейчас у меня уход. Сейчас у меня гидрофильное масло жидкое. Но бальзам мне даже нравится больше, потому что нигде не растекается. Очень могу рекомендовать. Можно найти и в маленькой баночке. Вот такой баночки хватает супер надолго. Я не знаю, может, на год даже. Смотря, как вы будете пользоваться. Я не каждый день им пользовалась. А так на полгода точно. Потому что здесь большой объем. Сколько? 125 мл. И нужно совсем чуть-чуть на ноготочки, чтобы снять макияж. Хотя сейчас с этими движениями доллара, возможно, средство будет очень дорогое. Но оно классно. Продолжим тему ухода за лицом. Я вам покажу сыворотку от La Roche-Posay для кожи с клонной к куперозу. Или вообще тут для кожи с куперозом. Помогает бороться с этим. И увлажняет кожу. И как-то воздействует на сосуды. У меня не ярко выраженная форма к куперозу. Но у меня есть такая склонность. Периодически он усиливается. И тем более, если учесть, что я уже в Сибири. Такой кожи нельзя испытывать большие перепады температуры. А у нас тут в помещении баня. На улице минус 35. Поэтому я пытаюсь как-то защитить свою кожу от распространения. Ну, в целом, конечно, надо заниматься и лечением сосудов в том числе. Мне понравилось это средство. Но приятной консистенции. В некоторые дни мне его даже хватало одного без крема поверх. Но чаще всего я все-таки использовала как сыворотку. В чем сложность оценить действие этой сыворотки? Потому что я не знаю, что бы было с моей кожей, если бы я не использовала. Мне кажется субъективно, что мне помогает. Я вот у La Roche-Posay и крем использовала для кожи с куперозом. И сыворотку. И продолжаю пользоваться. Крем вообще супер классный. Я его покупаю на морозы. Вот как раз не показала вам. У меня в том выброшенном пакете был. Мне кажется, приостанавливает по крайней мере распространение. То есть убрать. Я бы не заметила, что убирать полностью. Но когда я не пользуюсь, мне кажется, что у меня покраснение вокруг носа увеличивается. И сильнее видно сосуды на щеках. Может быть я ошибаюсь. Субъективно мне подходит. Но такого, чтобы прям вау, я не видела ни одного сосуда на своем лице, эффекта нет. Клиник крем для сухой и очень сухой кожи. Крем-гель. Отличная вещь. Мне нравится даже, что здесь нет SPF. Потому что я люблю SPF использовать отдельно. А зимой я вообще не использую SPF. Хотя в Сибири яркое солнце. Но дело в том, что у нас практически всегда темно. То есть пару часов днем, когда солнце. Ну, это вообще не серьезно. Тем более все тело закутано. Поэтому зимой я предпочитаю крема без SPF. Потому что, ну, сам по себе SPF не совсем полезный. Поэтому без надобности я не использую. Только вот действительно на солнце. Хороший крем. Я бы даже не сказала, что он подходит для очень сухой кожи. То есть сейчас я хорошо о себе забочусь. И я не доводила свою кожу до супер сухого состояния. Как бывало периодически раньше. Слежу все-таки за уровнем увлажнения. И как я сплю. И как я пью воду. Поэтому если у вас кожа прям совсем вот сейчас страшно шелушится. То у Клиник есть в белой баночке крем. Как же там, по-моему, Comfort On Coal называется. Вот этот крем подойдет для вашей сухой кожи. Только если вы сейчас в стадии, когда у вас все нормально. А так классная вещь. Пользовалась и как дневным, и как ночным кремом. Далее покажу вам за один раз сразу три тоника. Вот такой от черного жемчуга. Вот такой от Гарнии и Ле Петти Марселье. Дело в том, что у меня обычно всегда в использовании два тоника. Один отшелушивающий. Потому что я жесткие пилинги не использую. Опять же, кожа у меня сухая, чувствительная. И поэтому пару раз в неделю я использую просто тоники отшелушивающие. Иногда маски с кислотами, но намного реже. И у меня всегда тоник такой расходный, когда мне нужна просто приятная водичка. Которые между разными процедурами я протираю лицо после умывания, после маски. Ну и так далее. Вы знаете, как использовать тоники. Поэтому я для этих целей выбираю что-то недорогое, что у меня не вызывает никаких раздражений. Все вот эти три варианта отличные. Причем я удивилась даже, что черный жемчуг, по-моему, самый недорогой из них. Мне очень понравился. Использовала несколько раз. Вот это использовала один раз. Нормально, но я бы больше не повторяла. А вот эти два субъективно мне нравятся. Я использую их регулярно. Опять же, они у меня как расходники. Я протираю практически все. Могу протереть и руки, и лицо, и шею. И иногда даже использую утром. Место умывания. Опять же, поскольку у меня кожа очень сухая. И у меня как таковое кожное сало практически не вырабатывается. Но все-таки утром, прежде чем наносить уход, важно кожу очистить. Если умывание для меня бывает слишком жестким методом, я тогда просто обильно протираю кожу тоником или гидролатом. А вот как раз один из таких отшелущивающих тоников я заказывала на Архерп. Это супер распиаренный тоник от Пикси. В принципе, он даже неплохой. Но опять же, с увеличением курса, наверное, будет стоить очень дорого. Я покупала вот эту небольшую баночку. Здесь сколько? 100 миллилитров в районе 1000 рублей. Но мне кажется, все-таки для него дороговато. Тем более, думаю, сейчас будет стоить, может быть, полторы. И в этом случае мне больше подходит отшелущивающий тоник от Пайо. Розовый такой. Я им пользуюсь регулярно. Еще от Клиник. Хороший отшелущивающий тоник стоит намного дешевле. Там большая бутылка. Но если не думать о цене, это хороший отшелущивающий тоник. Опять же, только следите. Не пользуйтесь этим слишком часто. Тут надо учитывать все-таки ваш тип кожи. Насколько у вас толстая кожа и так далее. Поэтому если вы новичок в эксфолиантах, почитайте об этом побольше. Далее я покажу вам вещи, которые меня очень удивили. И я не ожидала такого хорошего от них эффекта. Серьезно, это не реклама. Это Ив Роше. Мне нравится особенно заказывать в интернете. Потому что получается намного выгоднее. Там разные оборудования акций. Еще какие-то подарки. За цену полную, сколько это стоит в магазине, мне кажется, дороговато. Вот эта линейка мне понравилась. Гель отлично. Несмотря на то, что это гель для умывания, мне его в подарок дали. Так обычно я предпочитаю все-таки не гели, а очень мягкие текстуры. Ну, для своей кожи. Что-то кремовое я использую. Гель боялась, что пересушит. И на удивление нет. Даже был увлажняющий эффект. Но как увлажняющий? Все равно есть ощущение, что нужно нанести увлажняющее средство. Но стянутости нет никакой. Поэтому даже девочкам с сухой кожей могу рекомендовать этот гель. Но еще больше. Мне понравилась вот эта сыворотка. Опять же, в моменты, когда моя кожа очень сухая. Зимой я использую от Виши Минерал 89. Но она такая, достаточно дорогая. И я решила попробовать ей взамену вот эту сыворотку. По своим свойствам похожая. То есть, это увлажняющая и залечивающая кожу сыворотка. И стоила она практически, ну там учитывая опять все эти скидки, практически в два раза дешевле. И я оценила эту сыворотку не просто на лице. А у меня в связи с чувствительной кожей было сильное раздражение на руках. И даже уже пантенол никакой не помогал. И я тут подумала, а ладно, вот заказала эту сыворотку, попробую. И настолько хорошо у меня заживили сухие руки раздраженные, что я подумала, вау, это классно. Потому что действительно, когда ваша кожа лица и так в хорошем состоянии, то некоторые средства сложно отследить, насколько они помогли. Да, потому что разница небольшая. Тут на руках, поскольку был запущенный случай, действительно мне очень помогло. Я продолжала использовать на лице. Немножечко странная консистенция. Вот сразу хочу вас предупредить. Когда вы давливаете этот гель, он неоднородный, как будто бы слегка хлопьями. Это какое-то странное ощущение. Потом, когда вы разносите этот гель по лицу, ощущение это проходит. И прекрасное чувство ее увлажнения. Как я уже сказала, заживляет какие-то мелкие ранки, трещинки. Хорошая альтернатива моему миниру 89, поэтому могу рекомендовать. Но опять же, по цене со скидкой. А дальше будет из Ифраше то, что мне настолько не понравилось, что даже я мало использовала. Появились вот такие маски у Ифраше не так давно. Может, в прошлом году или когда была такая супер акция. У них было много. Один пилинг и три маски, по-моему. Вот это еще куда не шло. Вот это вообще пользоваться не смогла. Скажите, подошло ли вам? Но мне и состав не очень понравился. И как они работают. То есть, по сути, это какая-то сверху жирная пленка, которая кожу увлажняет, ну, за счет того, что вы что-то жирное на лицо нанесли. При этом никакие не натуральные масла. Потом очень сложно смыть. Есть вот это противное ощущение жирности на лице. Вот особенно от вот этой. Вот эта мне чуть лучше понравилась. Я потом допользовала вот эту маску. Честно сказать, на ногах. Потому что на лице невероятно противное ощущение того, что это что-то дешевое. В плохом смысле дешевое. Есть и бюджетные продукты, вполне качественные. Я вам сегодня показывала. В общем, я не могу рекомендовать эти маски. Я считаю, что они никак глубинно не увлажняют. Просто временно делают парниковый эффект на вашем лице. За счет этого, когда лицо потеет. Ну, можете вообще почитать про то, как некоторые средства с помощью парникового эффекта увлажняют. В том числе некоторые патчи для глаз. Поэтому я рекомендовать все эти маски не могу. Мне не понравилось. Причем настолько не понравилось, что это мне, видите, даже не использовано. Продолжим с вами кремами. Рич Крем Орган Оил от, я не знаю, как правильно называется, фирма Жигод, наверное. Это какой-то корейский недорогой бренд. Он у нас сейчас появляется во многих магазинах. Можно, естественно, и онлайн заказать. В общем, поищите. Достаточно распространенный бренд. И не очень дорогой. Здесь большой объем 70 мл. Подойдет для сухой кожи. Даже нормальный будет уже жирновато. Потому что крем достаточно жирненький. На зиму мне отлично пошел. Опять же, без СПФ использовала и как ночной, и как дневной крем. Отлично. Я довольна. И спойлер скажу, что умывалки от этого бренда, которыми я пользуюсь, они просто нереальны. Вот опять же, одну я выкинула, не успела вам показать. Сейчас пользуюсь второй. Супер. Вообще, для сухой кожи идеально. Они вообще не сушат. И даже есть такое ощущение, как будто бы вы использовали какое-то увлажняющее средство после того, как помоете лицо. И при этом лицо отмыто до скрипа. То есть, ну ладно, я вам в следующий раз покажу про этот крем. Отличный крем. И вообще, мне этот бренд нравится. Далее, крем, который я покупала на, опять же, iHerb. Дерма Е. Это такая очень раскрученная марка в узких кругах. Особенно любители iHerb. Вы знаете, что у них обычно хорошие составы. Минимальные отдушки. Слушайте, я восторгов не питаю. Я, конечно, попользовалась с удовольствием. Но, опять же, когда на лице я не видела никакой большой проблемы, то я не могу сказать, что как-то очень хорошо мне помогал. А подушки, по ощущениям, ну не супер приятные. В общем, знаете, тот случай, когда мне даже нечего сказать про крем. При этом он достаточно дорогой. Хотя здесь и объем большой. В общем, вот знаете, больше я заказывать не буду. Не могу сказать, что я в восторге и готова столько платить за такой эффект, ну просто нормального крема. Маска увлажняющая корейская. У меня их было сразу несколько. Я сохранила для вас одну упаковку. Конечно, такие маски лучше использовать курсом. Обычно я не люблю такого рода маски, которые тканевые, наносить на лицо. Я предпочитаю маски из тюбика. Они для меня более эффективны. Но конкретно эта маска мне подошла и она действительно работает. Это не тот случай, когда после маски просто есть ощущение, что вы посильнее лицо кремом намазали или какой-то сывороткой. А действительно есть какой-то эффект, когда лицо у вас другое, особенно в течение долгого времени применения. Поэтому конкретно эту маску могу рекомендовать. Большинство листовых масок, особенно вот этих недорогих, в районе 100 рублей, по-моему, они ничего не делают. Просто приятное ощущение там в день, когда вы решили себя побаловать, поделать маникюрчик, посмотреть сериал, нанести такую маску. Но вот это конкретно работает. Еще у меня остался гель для душа. А гель для душа, опять же, от Ифраше. Этот у меня с чем это? Что цветущие черри, цветущее вишневое дерево. Как это правильно назвать? Мне нравится аромат. Я вообще заметила, что если, когда я была помладше, мне больше нравились фруктовые ароматы, то, чем я становлюсь старше, мне больше нравятся цветочные. И те ароматы, которые напоминают дорогое спа, какой-то парфюм, нежели просто фруктики. Поделитесь, есть ли у вас такие изменения. Фруктовые мне стали ароматы надоедать. И вот я сейчас в поиске таких ароматов. Раньше мне вообще было практически без разницы, чем мыться. И опять же, сейчас я стала ценить комфорт, потому что я лучше отдыхаю, лучше, больше чувствую себя отдохнувшей, если все бытовые вещи, которые меня окружают, они также имеют какой-то приятный цвет, запах и так далее. И напоследок я вам покажу два декоративных средства, которые у меня закончили. Это от Maybelline Brow Drama. Я всегда использую гель для бровей, потому что я без него вообще никуда не могу. У меня достаточно густые брови, не жалуюсь, я их не перещипала в свое время. Поэтому так, чтобы их прям наполнять обязательно каждый день, если это не видео, я в этом не нуждаюсь. Но гелем укладываю. И вот это отличное, в принципе, средство. Но я все-таки в поисках средства с более сильной фиксацией. Подскажите мне, если знаете, потому что вот мне недостаточно. Я хочу, чтобы мои брови вообще никуда не двигались после того, как я использую это средство. Здесь все-таки, ну так. И отличный консилер от L'Oreal называется Perfect Match. Вот такой вот он. Хотя здесь кажется, что на стенках что-то осталось. На самом деле он совершенно полностью пустой. И опять же, вообще идеальный. Так, какой у меня оттенок-то? У меня оттенок номер 2 ванила. Мне кажется, нейтральный. Если у вас примерно мой цвет кожи. Хорошо смотрится под глазами, не сушит. Я бы не сказала, что он прям термоядерный. И закроет любые синяки. Но мне такое не нужно. Я всегда использую достаточно легкий консилер. Мне нужно, чтобы просто эта зона была чуть светлее и свежее. Но проблем с синяками у меня как таковой нет. Я стараюсь хорошо ухаживать. Опять же, высыпаться. И поэтому консилеры мне всегда нужны легкие. Ну что, это было все на сегодня. Вот это гора, от которой я наконец-то сегодня избавлюсь. Вынесу мусор из дома, который я собирала. Пожалуйста, напишите мне, если такие видео вам интересны. Я их буду продолжать снимать. Вообще, скажите, насколько вы смотрите других бьюти-блогеров. Или вы такие видео смотрите на моем канале именно потому, что вам интересно меня посмотреть. Потому, что вы являетесь моим подписчиком. Вообще, какие бьюти-темы на моем канале вам тоже интересны. Потому, что все-таки стиль, это не только непосредственно ваши вязаные изделия, но и другая одежда. И то, как вы выглядите. Потому, что на красивой ухоженной девушке и вязаные изделия смотрят совершенно по-разному. Об этом свидетельствует реклама и такая популярность профессии модели. А я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь ко мне в инстаграм. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok